Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем прохождение карьеры FIFA 17 вокруг света и да, мы в аварии. И сейчас три матча подряд в Бундеслиге нас ожидает. С Лигой Чемпионов все вроде более или менее хорошо. Обыграли Наполе в первом матче с хорошим запасом перед выездом. И сейчас нам нужно увеличивать отрыв от Баруси. 9 очков, конечно, вроде бы добротный отрыв, но тем не менее хочется большего и хочется заранее выиграть Бундеслигу. Первый матч против Фрайбурга. Хочу сыграть по схеме 3-5-2 вновь и Олег Шатов, пожалуй, хотя нет, все-таки он будет запасным. И на усиление выйдет, если что, Тима Вернер или Неймар. Вот я думаю, кого из них выпустить. Все-таки, наверное, Неймара. Все-таки, наверное, Неймар. Такая ситуация у нас в команде просто, что вроде бы и подустали лидеры, а вроде бы и не особо. То есть и менять-то их не нужно, вроде бы. Готовы они с Фрайбургом провести все 90 минут. Ну вот, Санчешки и Мих, вот этих бы я тоже подменил. Ну ладно. Попробуем сыграть так, теми, кто сейчас в стартовом составе. А дальше будет видно. Ну вот Оскар, тоже подуставший. Ладно, поехали. Играть будем в Снегопад, но нам не привыкать на самом деле. Какой уже матч подряд у нас с осадками. Но вообще были вроде солнечные матчи. Немножко. А потом вновь. Ну что, Мане сразу по правому флангу. На своей любимой скорости максимальной. И разворачивает защитников. Идет дальше. Прокидывает себе на ход. Санчеш. Первый удар поворотом угловой. Ну вот, если будем с таким настроем атаковать весь матч, я думаю, проблем с Фрайбургом у нас не возникнет. Напомню, что удар Мюллера, дав ближний угол. Напомню, что у нас зачастую ничейным исходом завершались матчи в последнее время в Бундеслиге. А по-моему, даже три подряд ничьи у нас. Так что надо прерывать эту серию и наконец-то выиграть. Дракслер. Направо на Мюллера. Ложный замах. Уход на фланг. Разворот. Передача. И Санчеш врывается. Здорово! Ренату Санчеш прострел. Вообще он не Санчеш, он Саншеш. Так как португалец. И меня исправляли давным-давно еще, когда я только в Баварию перешел. И вообще, по слухам, по слухам, может быть, на данный момент, когда серия вышла, уже и официально объявили, не знаю. Но я читал слухи о том, что он может перейти в Милан. Милан вообще очень здорово в реальном футболе в это трансферное окно усиляется. Кимих на скорости. Убегает, вроде бы, от защитников. И кладет мяч в девятку. Это было красиво. И корпус поставил, и мяч удержал. Джошуа Кимих. Вообще он Йосуа. Насколько я помню. Но мне все время хочется назвать его Джошуа. Не помешал ему ни Снегопад, ни Защитники, ни Вратарь. Точно в девятку. Ну вот, другое дело. Когда мы открываем счет, намного легче действовать потом. Соперник чуть-чуть раскрывается. Этого нам обычно достаточно. Мне интересно, какой гол на счету Кимиха в Бундеслиге. Он забивал до этого у нас или нет? Да, забивал. Второй мяч. А это уже Юлиан Дракслер. На самом деле, вот при этой схеме он не особо заметен, как ни странно. 3-5-2. Вот когда играем 4-3-3 атакующие, Дракслера всегда видно. А здесь, пока он вне игры, можно сказать. Неймар! В ближний угол! Но попытка неплохая. Вратарь на месте. Кимих подача. И снова Неймар. И как мяч не залетает после угловых наших опасных, я не понимаю. Перекладина. По-моему, кстати, Дракслер сейчас сделал передачу на Неймара. Неймар. И прострел обратно на Дракслера. И вот Юлиан все-таки отличился. Они с Неймаром и разыграли эту комбинацию. 2-0. На 29-й минуте Фрайбург, ну, в общем, ничего не смог противопоставить Баварии. Один мяч Фрайбург все-таки отыгрывает. Вот так неожиданно. Навес фланга, игра на опережение. И наша оборона опять проворонила нападающего соперника. Зачастую с нашими защитниками это случается в последнее время. Ну и Мануэль Нойер не вытащил. В ближнюю гол удар. Максимилиан Филипп забивает восьмой мяч в Бундеслиге для него. Ну что ж. Лучший бомбардир Фрайбурга. И в ворота Баварии мяч отправил. Неймар сначала хотел сделать передачу, не прошло. А потом ударил, вратарь вытащил. Моментов у нас много. Могли забить больше двух. Ну вот не забили и пропустили. В итоге счет сейчас скользкий. Словно газон в эту погоду. Неймар. С линии штрафной 3-1. Без ложного замаха не обошлось. Но он только помог. Занять более удобную позицию для удара. И гол в раздевалочку получает Фрайбург. 3-1. Здесь раз. Ушел от защитника. И как раз в уголочек мячик положил. Очень сильно. Десятый мяч у Неймара. И этим мячом он приблизился немножко к нашему главному бомбардиру Тима Вернеру. Но Вернер у нас играет куда меньше Неймара. При этом забивает больше. Ну что ж. Первый тайм окончен. 3-1. Достаточно уверенный счет. Уверенный первый тайм. Давайте что ли заменим лидеров. Потому что сейчас уж точно их держать на поле нет никакого смысла. Йосо Акимих уходит. Гаудино в поле. Шатов вместо наверное Дракслера. А Максимен пойдет в центр. Посмотрим как он там себя покажет. Ну и Тима Вернер вместо Неймара. Жаль я не знаю сейчас как там Боруссия. Возможно в параллельном матче себя ощущает. Если они играют в одно время конечно. Хотелось бы такую возможность иметь. Следить за результатами своих конкурентов. Но надеюсь что они и в этом туре очки потеряют. Как и в прошлом. В прошлом вообще проиграли. Мане. Ну что смещение в центр. Катра его любимая. Да. Но здесь смотри. Защитник следовал за ним до конца. И даже не уступал скорости. Как ни странно. Это чисто по ногам подкат. И это должна быть желтая карточка. Футболисту Фрайбурга. Что решит арбитр. Видимо просто поговорил. Да. Просто поговорил. Неймара я к сожалению заменил. Санчиш у нас с мощностью 90 на штрафном. Ну даже не знаю. Вообще некем бить. Ну ладно. Санчиш так Санчиш. Шло неплохо под перекладину. Еще удар. И скинуть мяч нужно. Еще удар Максимен. Только по центру. Надо было без подкрутки может быть бить. Тогда мяч зашел бы точно в девятку. Ну у Санчиша конечно с мощностью удара. Да. Все в порядке. Наглядно нам сейчас это было продемонстрировано. Манне продавил защитника и Вернер красиво пяточки. Ну вот Неймар не приблизился к Вернеру. Потому что Вернер свой мяч тоже забил. Выходит и всегда забивает почти. Особенно когда вот свеженьким на второй тайм. Здесь Манне. Оп. Отобрал. Подобедал. Ну и дальше. Красота. Изящный удар от Тима Вернера. Что 19 мяч у него в Бундеслиге? Или что? Я уже запутался. Уже сбился со счета. Какой это его гол. Давайте. Покажите нам статистику пожалуйста. Посмотрим. 19. Да. Значит не сбился. А это Томас Мюллер мог 5 оформлять. Ну вот когда машина завелась конечно ее сложно остановить. Это касается и нашей Баварии. Томас Мюллер опять выше ворот. Манне снова мчится по флангу. Вернер пытается открыться. Манне. Нет. Почему-то финт. 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 Финт не сработал. А так бы конечно убежали. Но Манне опять подобедал здесь. Прострел. Почему на Мюллера то? Стик был повернут на северо-запад. Но почему-то пас пошел на север. Ладно. Максимен. Подача на ближнюю штангу. Нет. Еще раз. Кстати Максимен неплохо смотрелся на месте центрального атакующего полузащитника. Он вторым темпом всегда ускорялся. Поддерживал атаку. Да и с передачами у него все более или менее в порядке. Вот здесь красота. А пас куда? Да. С передачами какая-то беда у нас в конце матча случилась. Но бывает. Митчелл. Так. Не уступать здесь в скорости. Ни в коем случае. Возвращаться на свою позицию. Левый центральный наш защитник. Подача. Но не точная. Но у Фрайбурга еще была парочка моментов. Чтобы забить второй мяч. Но в целом конечно шансов было мало. Ну. Мане. 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 С левой ноги. Поэтому не забил. С Вернером разыграли комбинацию сейчас. Да. Срезался мяч. И все-таки Фрайбург второй мяч забивает. И проход по центру. Опять передача. Да. Оборона. Оборона у нас конечно прихрамывает. И перед 1-4 финала Лиги Чемпионов. Немного тревожно. Вот здесь. Провал по центру. Да. И удар. Но вообще когда у нас 4 защитника играет. А не 3. Как-то понадежнее. Но я и говорил что 3-5-2 это более атакующая схема для соперников наверное. Которые от обороны будут с нами играть. Ну такие как Фрайбург. Которые изначально по классу ниже. Ну что ж. Смотрим кто лучший игрок матча. У нас 16 ударов. 11 в створ. Неймар. Неймар лучший игрок. Итак. Перед следующим туром. Перед следующим матчем. С Рэдбулом. Лейпциг. Смотрим где там Баруси у нас. Отстает на 8 очков. Но на матч больше сыграно у них. То есть по потерянным на 11. Они в ничью сыграли. Ясно. Лейпциг надо обыгрывать. И тогда вообще у нас будет все комфортно. 11 очков. Почти вернем тот запас который был. 12 очков. Помните был отрыв самый максимальный. От второго места. Давайте смотреть что у нас там с составом. Да. По схеме 4-3-3 в этот раз будем играть. Все таки Рэдбул более опасный соперник чем Фрайбург. Неймар. Вернер. Сусо. Дракслер. Тиагу. Санчеш. Все тут. Митчелл. Брума. Хюмель. Скимих. Да. А Мюллер. Если что выйдет. Манэ если что выйдет. Оскар если что выйдет. Максимен. Дорч. Рэмси. Уоллос. Все просто великолепно я бы сказал. Начинаем. На Альянс арене нельзя упасть в грязь лицом. Так что надеюсь получится сразу забить быстрый гол. Когда мы забиваем быстрый гол мы обычно выигрываем. Первый момент то у Лейпцига. И сейчас Нойеру пришлось спасать. Кимих. Но здесь надежно. Сусо. Ну что побежали вперед. Атаку то надо провести хоть одну. Пока ни одной не было. Снова Сусо. И снова Санчеш. Которого пытаются оттеснить. И даже в подкате прыгали. Не получилось ничего. А дальше передача не точная. Сусо и Вернер. Нет. Ну что Вернер забьет опять бывшему клубу или нет. Тиагу. Хорошо на Драксера. И обратная передача. Тиагу. Осталось только выйти на ударную позицию. Там буквально мгновения не хватило. В последний момент. Да. Защитник справился. Снова Сусо. Обыграл. Один в один. Идет дальше. Навесик. Неймар. Опять выше ворот. Все удары головой у нас летят выше перекладины. Или в эту самую перекладину. Вот он Вернер. Ну посмотри-ка. Сзади его там заблокировали. Неймар. Неймар. Тоже тяжело. Тоже тяжело. Посмотрите. Как вы. Посмотрите. Как корпусом играет Рэдбул. Защитники идеально. Просто подставляют плечо. И без нарушения отбирают мяч. Вновь Сусо. И прострел на Вернера. Тот разворачивает защитника. Удар. Но. Темнокожий вратарь. Рэдбулла на месте. Первый раз ему пришлось вступить в игру. И он выручил. Потому что мяч шел в дальний угол. Любимый удар Тима Вернера. Тимо. Давай убегай. 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 Опять защитники пытаются корпусом оттеснить. Вернер разобрался. Передача на Санчиша. Ну-ка. Да. Сайоба. Справился и с этим ударом. Очередной угловой Сусо подает. На Вернера. На ближнюю штангу. Опять Сайоба. Тягу Алькантора. Как же сложно здесь. Ты посмотри. Нет пространства вообще. И для удара даже не было пространства. Пришлось играть в разрез. Но куда там. Калиточка закрылась. Ну и на 45-й минуте штрафной у наших ворот. Подача. Хюмельс. Нормально здесь справился. Вернер. Ну что, контратака будет или нет? Неймар. Дракслер. И еще Дракслер. Ну поборись. Опять Дракслер у нас не заметен почему-то. Юлиану надо прибавлять. В последних матчах он не похож на себя. Хотя гол забил в прошлом туре, да? Ну что, Рэдбулл крепкий орешек. И первый матч, да, у нас в гостях сложился достаточно удачно. Сейчас есть определенные сложности, определенные трудности. Так, ну давайте Оскар вместо Дракслера, который выпадает. Надеюсь, бразилец сыграет лучше. Немцы. Это офсайд у Тима, к сожалению. Ну, Сайоба снова вытащил этот мяч. Оскар. Пас на фланг Сусо. Это был не удар, ребят. Это была попытка ложного замаха. А случился удар. Совершенно не опасный. 58-я минута. По-прежнему 0-0. Тягу Алькантера. Ну, Неймар на фланге. Открылся таки. И обратная передача. Тягу. Очень долго. Не похоже это на технику Тягу Алькантера. Очень долго подрабатывал мяч. И, конечно, его защитники агрессивные сегодня, защитники Лейпцига, накрыли. Сусо ушел от подката. Пас в центр Оскару. Дальше что? Тягу Алькантера. Все прочитано. Так. Тягу выпадает тоже у нас немного. Но кого вместо него? Аарон Реймси. Попробуем так. Ну и Мане. Выручай. Тягу снова. Ну, куда тут разворачиваться? Слишком мало места. Слишком мало. А простреливать тоже не на кого было. Джо... Йосу Акимих. Подача в центр штрафной. Ренату Санчиш. Пробивать не позволяют ему. Мяч-то чей будет? Наш. Ну что, Реймси и Мане на поле появились. 79-я минута. Надо додавливать. Аарон. Прострел к центру штрафной. Дальше уже Санчиш. Ну вот это уже не везение, ребят. Перекладина. Абсайда нет. Аарон Реймси. Подача. Оскар! Что творит вратарь? И добивание в пустые ворота не состоялось. Потому что защитники выросли. Перед Оскаром. Как верно тут отборолся. Увели вместе с собой опять оборонцы Оскара. Не дали ему добраться до мяча. Надо было ему падать. Тогда поставили пенальти. Ну что, последняя атака матча. Неужто будет ничья? Да, даже судья не позволил ее закончить. 0-0. 0-0. Несмотря на все моменты, мы не додавили Red Bull. У них был всего лишь один удар. Но в обороне сыграли они как надо. Йосу Акимих. Лучший игрок матча у нас. Да. Опять потеря двух очков. И отрыв не увеличился. Остался прежним. Отрыв 9 очков от Баруси. Ну что ж. У нас кто-то травмировался на тренировке. Санчиш на два дня. Но он уже должен поправиться. Если это было в начале недели. 4-3-3 будем играть сейчас. Давайте посмотрим. Хотя нет. 3-5-2 будем сейчас играть с Ганновером. А потом с Наполи 4-3-3. Более такой оборонительный стиль. Потому что у нас там запас. Его надо просто будет удержать. Сохранить. И выйти в четверть финала Лиги Чемпионов. Так. Ну хорошо. Ганновер. Пятое место между прочим у Ганновера. Так что легкой прогулки нам опять ждать не стоит. Смотрим как состояние наших футболистов. Все готовы рвать и метать. Я смотрю. Прям все-все-все. С максимальной стаминой. Это радует. Давайте смотреть что нам предложит Ганновер. Надеюсь не такую оборонительную игру. Как это продемонстрировал Лейпциг. Мюллер. Ну нет. Ну на ход пяткой надо было. А не сюда в недодаче. Дракслер бы выходил один на один. Но подходы есть у нас. Мне уже нравится. Таких подходов было намного меньше. Вот в 10-й минуте с Рэдбулом. Неймар. Красота. И передача еще на Кимиха. И дальше фланг. Максимен подключается. Максимен. Навес на дальнюю. Но это совсем на дальнюю. Даже не на штангу. А на дальний угол штрафной. Там Мане был. Конечно к этому мячу не успел никак. Неожиданный такой навес получился. Если честно. Продолжаем комбинировать. Мане в одно касание на Мюллера. Мюллер ставит корпус. Неймар. Неймар. И еще Неймар. И Мюллер. Вывели на удар Кимиха. Тот уже без помех. Спокойно в девяточку положил. Опять Кимих забил. Второй мяч в этой серии. Третий мяч вообще в Бундеслиге. Ну сейчас разыграно было. Идеально. Как по нотам. Как по учебнику. Причем без проникающих передач. Просто перекатывали. По горизонтальной линии. Ну и дальше уже. Когда защитника не было рядом с футболистом. Он и пробил. И забил. Томас Мюллер. 2-0. Неймарчик ему организовал здесь Галешник. Томас давно опять. Ну как. В этой серии еще не забивал. В прошлое забивал. Помню. Тоже после длительного перерыва. Но сейчас Неймар. Этот гол сделал Неймар. Несмотря на всю плотность обороны Ганновера. Но они сильно прижимаются. К своей штрафной. К воротам вообще. У Мюллера тем временем. Это 9-й мяч. Забитый в Бундеслиге. И поэтому позволяют нам разыгрывать. У штрафной. Комбинации. Лейпциг. В отличие от Ганновера. Оборонялся не так глубоко. Но при этом качественно. Томас Мюллер. Надо третий забивать. Не получилось. Бывает. Неймар на замахе. Мюллер. Еще попытка. И опять нет. Вратарь и удар мимо. Подряд у Томаса Мюллера. Дракслер сделал гол Неймару на сей раз. 3-0. Неймар сегодня заслужил. И сам забить. В 37-й минуте 3-0. Я говорю. Когда мы забиваем быстрый гол. То. Потом. Все как по накатанной. Какой это мяч у Неймара? 11-й. Максим Эн. И дальше еще Максим Эн. Казалось бы продавить защитника. Но нет. Не в этот раз. А так здорово. Фланг расчистили Максимену. Все защитники сместились к центру. И в итоге. Максимен остался один. Мюллер. Дракслер пропускает мяч. Но здесь Неймар. Подобедал. 4-0. Ай-яй-яй. Развал Ганновера за первый тайм. Ну, Ганновер не Лейпциг. В данном случае. Что тут скажешь. Пас был на Дракстера. Но тот пропустил. Неймар подобрал. И ему как раз удобно было под правую ногу. Двенадцатый мяч. Ну, явно перед Наполе. Теперь надо поберечь лидеров. Там мы будем играть 4-3-3. Знаете, что я заметил? Более подходящая расстановка для Лиги Чемпионов. Это именно 4-3-3. А для Бундеслиги 3-5-2. Вот то есть, когда мы играем 4-3-3 в Бундеслиге, мы часто теряем очки. И наоборот. Так, ну что. Давайте, что ли, выпустим Сусу в атаку. И они с Мюллером поменяются местами. Далее, значит, кто у нас там еще? Дракстер будет играть. Точно. И Тьягу. Но Тьягу не буду выпускать тогда. Давайте, что ли, Гаудину вместо Дракстера. Санчиш пойдет в центр поля. Хотя Санчиша бы тоже заменить. И Кимиха бы заменить. А давайте вот так вот. Шатов. Вместо Кимиха. И Санчиш останется все-таки на своей позиции. Шатов пойдет, сыграет под нападающими. И получается все у нас передохнут. Ну, кроме защитников. Защитники не так сильно устают. Так что все в порядке. Максимен прокидал мяч себе на ход. И вон у него целый фланг свободный. Конечно, есть защитник. Но его легко один в один можно обыграть же, да, Максимен? Конечно. И передача дальше в центр. Ну вот Шатов, да. Не хватает ему навыков, конечно. Игры прям нападающим. Сейчас открылся неправильно. Сусо. Разворот в центр. Не пустили туда его. Заметили, да? Сейчас вышли у нас на поле футболисты, которые играли в основе. Когда мы только пришли в Баварию. По флангам как раз Сусо и Шатов. Ну, до прихода Неймара, конечно. У Мане тоже тут свободный фланг. Прострел в центр. Но тут никого. Вторым темпом, да? Кто-нибудь бы забегал вторым темпом? Такая передача стала бы идеальной. Снова Максимен. И снова Максимен. Ну куда? Я говорил, когда я его перемещал на позицию центрального атакующего полузащитника, что у него с передачами все в порядке. Но вот данный пас был вообще в никуда. И почему именно на дальний фланг опять перевод? Не понимаю. Гаудино. Это наша очередная контратака во втором тайме. Которые, правда, ничем пока не завершаются. Шатов на ложном замахе. А вот пас уже не смог отдать Олег. Постарел Олег, конечно. Нет уже той резкости, скорости и движений. Ну, 31 год ему вроде у нас тут уже в карьере. Если не 32. Ну, по-моему, 31 все-таки. Мюллер. Санчешу. Санчешу пас. А не закрытому Олегу Шатову. Но игра посчитала иначе. Не выпускаем вообще Ганновер со своей половины поля. Еще одна комбинация. Санчеш. Шатов. А вот это было здорово. Мюллер. 5-0. Все-таки Олег Шатов сделал полезное действие. Голевая передача пяткой. И Томас ставит жирную точку. 5-0. На последних минутах. Все-таки во втором тайме удалось нам забить. Но здесь красиво. Розыгрыш в 1-2 касания. И удар. Главное, каким был удар. Десятый мяч у Томаса Мюллера. Мюллер, Неймар и Вернер. Все три наших главных нападающих. Назбивали 10 плюс голов во всех турнирах. Это здорово. Это значит, что я не ошибся в выборе нападающих на сезон. Ну что, 9-1 по ударам. Вот статистика абсолютно точно такая же, как и с Лейпцигом. Но посмотрите на счет там и посмотрите на счет здесь. Томас Мюллер забил два мяча. Отдал две голевые передачи. И, конечно, он признан лучшим игроком этой встречи. Конечно, после такого классного счета в первом матче надо Баварию замотивировать. А то могут и подрасслабиться. Конечно, мы не проиграем с нужным для напали счетом. Но все равно, чтобы проблем лишних не было. Ну и, конечно же, я снова посмотрю Роберта Ливандовскина. На сей раз я напишу фамилию правильно. А то в прошлый раз я немножечко тут, да, накосячил. Играет в Манчестере. В Манчестере Юнайтед. Рейтинг 85 у него. Точно. Мы же встречались с Мюллер и там был Ливандовским. Я вспомнил. Он с тех пор клубную прописку не изменил. Для всех интересующихся. Вот Роберт Ливандовский у нас в Манчестере Юнайтед. В нашей карьере. Арина Роббена уже, видимо, нет. Ну, то есть он закончил карьеру. Скорее всего, так же, как и Рибери. Ну, похоже, что так. Хотя могу опять неправильно написать. Вроде нет. Вроде правильно написал. Так что ни Рибери, ни Роббена, ребят, уже все. Нет. Они закончили карьеру. Что неудивительно, учитывая их возраст даже уже в реальности. Такие дела. Увидимся в следующей серии. Будет ответный матч с Наполи. И, конечно же, будет противостояние с Баруси. Если мы обыграем второй раз Баруси Дортмундскую, то все. Чемпионы, можно сказать. Ну, и Хофенхайм еще между этими матчами. А там уже скоро и кубок. Ну, не так скоро, но достаточно скоро. В апреле. Германии. Да, и четверть финала Лиги Чемпионов будет где-нибудь вот здесь. Или, наверное, даже вот здесь. В конце марта, начале апреля. Поэтому, может быть, и Лигу Чемпионов захватим. В следующей или через серию. Увидимся в них. Пока.